Итак, друзья, всем привет. Вторая серия по поводу смесителя. Пришел нам новый смеситель, новая упаковка. Сразу проверяем его на наличие всевозможных дефектов, точек, царапин. Я уже частично протер вот эту лицевую панель. Дальше осматриваем гусак на наличие повторных дефектов. Так, ну, с обеих сторон я тоже его протирал с помощью тряпочки. В принципе, довольно-таки чистый гусачок, поэтому можно его оставить. Так, дальше ручка. Ручку тоже желательно проверить, потому что мы ее будем трогать очень часто. Так, и никаких повреждений наружных на ней нет. И не обнаружено. Теперь сам непосредственно смеситель, который нам привезли. Вот, вот этот вот смеситель, он будет монтироваться в стену, поэтому наличие на нем тоже нежелательных повреждений, тоже нежелательно. Вот обратите внимание, вот на эти две резьбы, на предыдущем смесителе, на нем уже образовывалась коррозия. Как будто смеситель где-то стоял до нас. На этом все чистенько, все свеженько. Поэтому этот смеситель уже можно монтировать без проблем и не бояться, что с ним еще что-то может произойти. Но, предварительно, естественно, нужно сделать опрессовку после монтажа. Довольно-таки сухо в коробочке. И в предыдущий вариант тут была вода. Ну, естественно, видно было понятно, что он где-то уже стоял. Поэтому всегда проверяйте смеситель после покупки. И уже потом спокойно его забирайте и монтируйте. Для того, чтобы протирать смеситель, я использовал вот такую вот тряпочку. Одноразовая тряпка. Мягкая, чистая. Без всяких там на нем грязных частиц, чтобы не поцарапать во время протирания. Свежую всегда берите новую. И она сразу показывает, если есть какие-то наросты на ней. Там сколы, там что-то, какие-то погреждения. Она сразу цепляется на них и показывает, что у вас что-то не так. Вот такая тряпочка хороша к использованию. И так, для сборки нашего вносителя, первого гампа, мы будем использовать комбинашки под полипропилен 21, вторая наружная резьба. Так как с этой стороны у нас идет 1, вторая внутренняя резьба. То есть убирать мы будем, в принципе, вот таким вот образом. Для подмотки я буду использовать сантехнический лен и сантехническую паску. Почему именно этот способ соединения буду использовать я в этом случае? Потому что для меня такой вот способ монтажа с помощью льна и пасты будет более приемлемым. Так как мы это все спрячем в стене. Естественно, мы сделаем опрессовку. Но все равно желательно, чтобы это соединение у нас осталось как можно герметичнее. И мы не переживали за него. Также можно использовать вот такую вот сантехническую нить. Но если у вас нет опыта использования такой нити, то я рекомендовал вам использовать его в более видных местах. Там, где это действительно видно. Там, где в процессе эксплуатации не может образоваться никакая течь. Также анаэробные герметики можно использовать. Но вы опять не будете знать, как себя поведет в дальнейшем данное резьбовое соединение. Поэтому лучше использовать в этом случае сантехнический лед и сантехническую пасту. В этом случае у вас вероятность протечки и каких-либо изменений будет минимальна. Поэтому сантехническую нить и анаэробный гель лучше использовать в видимых местах, где вы это действительно можете увидеть и контролировать. Поэтому собираем вот это. Я уже наступил. По 100% уверен, что данное соединение герметично. И таким же образом соединяем вот эту вот резьбу. Ну и все. Далее процесс монтажа уже на стене. Итак, мы смонтировали наш смеситель. Зафиксировали с помощью пены. Но предварительно мы выставили все по уровню. Сделали вот такие вот загибы трубопровода. Протянули все. Проверили герметизацию. Выставили по уровню, по уклону, по наклону. И вот. Вот такой вот результат сейчас на данный момент у нас есть. Всю лишнюю мы, конечно, свежим. Потом все это замажем. Цементной штукатуркой. И уже будем готовиться к укладке керамогранита на стену. Вернем столешку на место. Потому что сейчас она намешала. Но после монтажа смесителя полностью она уже нам не мешает и можно возвращать. Также вывели канализацию. В данный момент канализация функционирует. Это у нас вытечет с кухни. Вот если вы слышите, то она есть. Также вывели к этому смесителю. Смеситель также у нас с тропическим душем. Вот это ушастики вывели на нужное нам расстояние. Сразу учитывали, рассчитывали сантиметр под плитку. И дальше у нас здесь будет закрываться все чашечками. Вот. Это у нас смеситель для ванны. Там у нас смеситель для душа. Вот. До этого все. Надеюсь, было полезно. Как всегда, лайк. И до встречи на новых видео. Всем пока.